Всем привет, с вами InformTV. Родные братья, два великих актера – Олег и Лев Борисовы. Они оставили нам в наследство не только богатство сыгранных ролей, но и счастье от осознания того, что мы были их современниками, могли видеть их на экране и на сцене театра. При этом Олег Иванович ушел из жизни в 1994 году, а Лев Иванович совсем недавно, в ноябре 2011 года. Олег Борисов, старший брат, был народным артистом Советского Союза, лауреатом многочисленных премий, актером эпохой, актером со сложным характером. Да и не Олег он вовсе, а Альберт. Столь редкое имя для советского человека Борисов получил в честь бельгийского принца. Родственники и друзья семьи с детства называли его Аликом, а уже в институте Алик стал Олегом, хотя по паспорту так и остался Альбертом. В 1947 году Олег отправился поступать в школу-студию МХАТ и неожиданно легко сдал вступительные экзамены, стал студентом. Его кинодебют состоялся в 1955-м в картине «Мать». Роль, прославившую его, он получил в 1961-м. Он блистательно сыграл Голохвастова в культовой комедии «За двумя зайцами». Больше сорока лет он прожил с единственной женщиной – своей супругой Аллой Латынской. Познакомились они, когда Борисов начал работать в театре имени Леси Украинки в Киеве. В 1956 году у них родился сын Юрий. Парень не стал актером как отец, но тоже связал жизнь с кинематографом. Фильм «Мне страшно! Бес» снимал именно Юрий Борисов. К сожалению, его уже нет в живых. Последние несколько лет Олег, старший брат, с женой жил на подмосковной даче в Ильинке. Он работал в театре и снимался в кино, хотя у него давно были проблемы со здоровьем, хронический лимфолейкоз. Эта болезнь и стала причиной его раннего ухода. Лев Борисов – младший из двух братьев, известный советский и российский актер. Младший на то и младший. Лев Иванович долго оставался в тени старшего Олега Борисова, инженера Гарина. И брат, и мама были против наличия в семье двух артистов. Но к радости будущих почитателей его таланта, Борисов не изменил принятому решению. По окончании школы Лев отправился штурмовать пороги театральных училищ. Перед этим сообщил о принятом решении Олегу, но тот выбора не одобрил и посоветовал обратить внимание на футбол. И все же Лев поступил в Щукинское училище, причем прошел сразу же на третий тур. Присоединился вскоре к труппе театра студии киноактера и 14 лет выходил на подмостки театра «Модерн». В советское время он снимался регулярно, но это были эпизодические роли. А в эпоху нового российского кино Лев Борисов появился в комедии «Ширли-мырли», «Барханов и его телохранитель», «Змеиный источник». Но, конечно же, всенародная популярность пришла к актеру с образом преступного авторитета антибиотика в нашумевшем сериале «Бандитский Петербург». На гастролях в Липецке в 2007 году в ответ на просьбу передать подарок Олегу Ивановичу, Борисов-младший резко заявил, что не поддерживает отношений с братом и говорить на эту тему не хочет. По словам друга и коллеги Владимира Земляникина, в основе разногласий братьев лежит пристрастие Льва к выпивке. По этой же причине главные роли в кино проходили мимо Борисова, а иногда его попросту снимали со съемок. Лев был женат дважды. С первой супругой Аддой Сергеевной актер познакомился в Киеве. В 60-м родилась дочь Татьяна. Она стала дизайнером. После развода актер сохранил довольно хорошее отношение с первой семьей. А на гастролях областного театра в Черновцах в очереди у ларьков Борисов знакомится с учительницей французского языка Марии Александровной. В 79-м в семье появилась дочь Надежда, которая, кстати, пошла по стопам отца. Интересно и то, что мужем Надежды является известнейший российский актер Алексей Кравченко. В 88-м году жизнь Льва Борисова полностью изменилась. Он крестился. Артист не раз говорил, что встреча со второй женой, а также обращение к Богу отвратили его от алкоголя. И в жизни, и в творчестве началась новая страница. Вот только жаль, что даже в это время он не примирился со старшим братом. Льва не стало в 2011-м. По причине инсульта он прожил долгую и насыщенную жизнь, хоть и наполненную трудностями. А кто из братов, как актер, вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Новые видео у нас выходят ежедневно. Удачи!